Издревле Россия славится своим гостеприимством, своим умением принимать гостей. И сегодня мы пригласили на наш праздник творческие коллективы, которые познакомят нас с культурой разных стран. Русские, испанские, польские, болгарские, индийские и многие другие национальные песни и танцы исполнили творческие коллективы Павла Слобаскова КДК. Праздничная программа «Хоровод дружбы» приурочена ко Дню Народного Единства. Ну и какой же праздник без подарков? Сюрпризом для зрителей стало выступление двух приглашенных артистов. Первый – гость из Татарстана. Затем публику удивлял корейский женский хор Чусон. Это совершенно другой непривычный музыкальный лад. Не удивляйтесь, коллектив родом из Москвы и популяризирует культуру среди русских корейцев. Это коллектив, в первую очередь, единомышленников, которые очень любят корейский язык и корейскую народную песню. И хор отталкивался именно от этого. То есть люди, будучи уже на пенсии, приходили, имея свободное время изучать родной язык, как иностранный, а также национальную музыку. Этим всем занималась моя свекровь, Шин Клара Владимировна. После ее ухода муж попросил меня заняться коллективом. И вот в этом составе я с коллективом два года. Хор Чусон активно принимает участие в крупных международных фестивалях. В репертуаре коллектива корейские народные эстрадные песни, а также российские и советские. Поют на двух языках, зачастую совмещая, чтобы смысл композиции был понятен и российскому, и корейскому слушателю. Истринцы услышали в необычном исполнении гимны Москвы. Дорогая моя столица, золотая моя лосква, Ищу на мое судьбое, Саранан, мое лосква, Моя лосква. Наши гости с удовольствием согласились поучаствовать в нашем концерте. Таким образом, мы показываем всем, что нужно дружить. И только дружба сплочает, и только с дружбой у нас будет мир на земле. И все, что люди хотят, все исполнится. Алена Кудырко, Михаил Моралов, Истры РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова